Чтобы вместе с вами продолжить смотреть первый игровой день, но конечно же не по значению Потрясающего чемпионата ECS второго сезона, огромный призовой фонд и лучшие команды планеты Команда Fnatic будет сражаться с ниндзами в пижамах Fnatic'ам сегодня пришлось не сладко, они уже проиграли два Best of One матча команде MoSports С счетом 16-13, прошу прощения, и 16-8 соответственно Но против Nipol возможно команде Fnatic повезет больше Все-таки с этим соперником они знакомы не понаслышке, играли вместе уже давно Да и даже если не брать в расчет, наверное, какую-то мировую сцену, даже на локальном масштабе Я думаю, какие-то браки между собой, эти товарищи катают чаще, чем с некоторыми другими командами Вот так вот, живые раунды уже начинаются, именно поэтому мы и стартанули Не забывайте в чате писать, за какую команду вы болеете прямо сейчас и на кого, может быть, залили свои сладкие ставочки Ну и посмотрим, пока же только ножи, первой картой будет кэш, второй, между прочим, будет оверпасс Ну, она в любом случае будет, чуть позже мы ознакомимся с коэффициентами Ну а пока просто посмотрим за некой мясорубкой, которая у нас здесь намечается в мидле Начинается она с того, что Твист и Вентон дают два фрага Ну и походу, походу Форест уже не осилит Хотя пацаны, по-моему, решили подзалить и порезать друг друга Серьезно, они решили друг друга порезать Левая кнопка мыши и не ваншот по Форесту Да, друзья, это был не ваншот ножом Такое тоже бывает Барабанная дробь, развязка близка И Форест тащит клатч с ножа, вытаскивая раунд один в два По-моему, или даже один в три Наверное, один в три оставался Форест, да, одного он порезал сразу Потом еще и двух сладких голубков Ну, голубков, потому что они там что-то вместе бегали, друг друга резали И получилось так, что подзалили они этот сайдпик Ну, что же тут сказать Команда Фнатик вынуждена будет начинать в атаке Ниндзи в пижамах начинают в защите Не знаю, правда, насколько это хорошая или нехорошая новость Потому что, конечно, карта балансная Многие об этом знают, многие с этим согласны Поэтому поехали Посмотрим, как пистолет на раунд, в которых Фнатик, ну, наверное, сильны За счет наличия Денниса будут действовать Это три мейн, это один уловмейстер, который контролирует поджимы с нуля Из Б-лонга, соответственно И, конечно же, Лекра Он будет выходить из скрипа Здесь важно понимать, что НИП отдают плента Делая... точнее, смещая свой акцент на мидл и на точку Б Это дает возможность в легкую забрать уловмейстера А вот Фнатик основным своим костяком уже заходят и устанавливают бомбу С выбиванием у НИП, конечно, проблем возникнуть не должно Ведь они в большинстве... у них есть киты и даже три флешки Но, знаете, всякое бывает, все-таки жизнь есть жизнь Может быть, сейчас пропрется Деннис Но вот позицию у Фнатик, по-моему, слишком зажаты Хотя флешки они по-прежнему откидывают очень хорошо Попытка пропушить от Фнатик И вроде как начиналась она успешно с двух фрагов Но потом Гзист включил свой невероятный имп, повесил две головы Но бомба стоит максимально неудобно для игроков команды НИП Гзист, а может спасти только стрельба! Бомба! Раздебьюжена, что ли? А-а-а! Ой-ой-ой, это Фрайберг подошел с китами Пока Гзист байтил внимание на себя У Фрайберга же были киты И Фрайберг сел, дефюзил бомбу А Гзист своим телом просто одного Фрайберга прикрывал Вот это да! Вот это раунд НИП! Просто браво! Можно им поаплодировать Потому что, ну, это было фантастически Этот раунд, наверное, Фнатик должны были Уже после неудачных перестрелок от НИП выигрывать Но Гзист насколько же здорово сыграл Сделал три килла, байтил на себя внимание Ведь не стал дефюзить бомбу сам И подождал Фрайберга, у которого на руках были киты Просто, ну, непроходим, конечно Ричард Ланстром Ну и, в общем-то, вот он результат, дамы и господа 1-0 Кстати говоря, Фнатик за счет установленной бомбы делают Ну, такой полуэкономический раунд Нельзя сказать, что он прям полный Ну, то есть 1900, 2-400 И, наверное, бай в следующем Да, 1900 будут за победу в этом Может быть, парни еще и поставят бомбу Ну, все нормально То есть они могли себе позволить Вот, потратиться на пистолеты Ну, правда, при Розыгрыше сквозь Мидл по-прежнему не повезло Команда НИП оказалась сильнее Никого не потеряв Никто не потерял даже половину холлспоинтов Ниндзи в легкую выигрывают этот раунд Ну да уж Два фармгана Кстати, это... Нет, даже три фармгана Есть UMP и два MP9 Кстати, это тоже интересный момент от Ниндзи Все-таки они должны были понимать Что вряд ли они смогут ожидать еще одно Эко от команды Фнатика Тем не менее, решили деньги не тратить А продолжить играть С фармганами Посмотрим, чем это закончится Все-таки у Фнатик бай хоть и хороший Но не идеальный за счет отсутствия полного набора гранат Есть всего лишь четыре флешки Два смока То есть хватит на одну волну и то неполную Какой-нибудь выход в бэк Который, кстати, Фнатик намечает И вот недостаток гранат Они возмещают сверхмедленной игрой Форест, казалось бы, пропустил одного игрока Но повесил хэдшот у локкейстера Правда, Деннис принял Фрайберга в вентилях Твист тут же забрал Фореста И в большинство выходят Фнатики Хорошо занимают Б Форест просто не понял, что одного игрока Он уже пропустил себе на левый фланг Он подумал, что сделал минус Как раз по первому открывающемуся с лонга Бомба установлена только сейчас Непростое выбивание ожидает Нипов Но и Фнатика может прийти снесладко Правда, Твист справляется с гидрайтом Вешает тому хэдшот с расстрелом Минус от Денниса и Твиста И отлично! Фнатик! Вот, как я и сказал Недостаток гранаты не возместили Такой вот медленной игрой То есть просто до контакта Они шли на шифтах С самого респауна И вот где-то Здесь даже не первый игрок Первый игрок оказался вот здесь На момент, когда Второй получил контакт от Фореста с Планта Ну и По итогу первый свой девайс на Фнатик отжимают Оно и понятно Знаете, проигрывать вторую Бест-офф-2 серию за день не хочется Особенно в рамках такого важного турнира Отличный врыв в исполнении Вента Но сразу две головы И снова начинает включаться этот парень При этом включаться Начинается неимоверная сила И вот у Луфмейстера стрельба не пошла Он мог бы в легкую забрать Фореста Правда, в легкую Потому что Форест как-то завтыкал Он не видел у Луфмейстера По сути, Олаф находился в мертвой зоне Скорее всего прицела Фореста Но как-то не пошло Кстати, почему-то... А, нет, все нормально Все нормально Потом мы еще немного поговорим про команды Немного поговорим о том самом Майкелеле Который по-прежнему играет вместо Пифа Пиф, между прочим, все еще в основном составе НИП Но официально, насколько я знаю, он по-прежнему болеет Именно поэтому и сейчас играет Майкель Ну и, конечно, та сила, с которой он показал себя на Старсерис С ней нельзя было не считаться Но, однако, Гетрайт не смог включиться Оставшиеся на Б звено игроков команды НИП Понимают, что ввязываться в драку совершенно бессмысленно Ну, ввиду и неидеальной экономики Ведь это уже второй подряд проигранный девайс Команда НИП Ну и ввиду того, что они остались при ситуации 2-5 На противоположном установленной бомбе Плэнте Ну, а значит, для них сейчас вообще будет счастьем засейвить оба девайса На самом-то деле Потому что при, ну, вот таких Плотных раскладах Когда ты остаешь и 4 в 2, или 5 в 2 Обычно Ну, команда, которая потенциально выигрывает Действительно идет и выбивает Но, минус от места Форест промахивается Олафмейстер за счет этого, кстати, забирает гзиста Один девайс все-таки выбили И Фореста тоже забирают Вот то, о чем мы и говорили К счастью, было бы засейвить хотя бы один девайс Для НИП при такой сложной ситуации Ведь Фнатик Это не команда Вроде там, например, Дигнитас, да Которые в подобных ситуациях могли бы просто пойти И там засейвить куда-нибудь на свой респаун Фнатик Несмотря на то, что они стали Ну, знаете, действовать несколько более пассивно После смены состава По-прежнему придерживаются Вот такого размеренно-агрессивного стиля Особенно в индивидуальном плане Ну и, конечно, такое они Такое они отдавать не могут Я подразумеваю два девайса Ну и что мы видим сейчас? Экономический от Ниндзи в пижамах Потенциально легкий третий раунд для Фнатик И пока, наверное Можно посмотреть На рейтинга ШЛТВ Где НИП занимают четвертое место А Фнатик занимают семнадцатое И понять, что если у Фнатик получится Опрокинуть ИН-АйПи в дебютных матчах ЕКС То они могут доказать свою состоятельность Как состава Несмотря на проигрыш Моуспорт В предыдущих матчах Ну, пока Все-таки врыв на точку А в исполнении Ну, как мы видим НИПовы близко нигде нет Они находятся под точкой Б Под своим респауном Смещаются на респаун соперника В общем Просто ищут хоть кого-нибудь Потому что они даже на пистолеты Особо денег тратили Денег не тратили Мы видим Меньше дефолта осталось Потому что Гзист погиб Минус по Форесту В общем, вы все видите сами Скорее всего Без единой потери Закончится и этот раунд Для команды Натик Тут Твист Ну вот, казалось бы Занимается ничем Просто стреляя в стену А на самом деле Он простреливает скрип Вот такие вот дела И здесь Мы видим Даже остаются следы От его прострелов То есть Эта стена реально Прошивается Просто Не очень серьезный дамаг Но это уже Совсем другая история Не такой хороший байк Как хотелось бы у Нипоу Ввиду отсутствия Снайперской винтовки Все-таки кэш Сродни карте ДАЗ Два это карта На которой Снайперскую винтовку Хотя бы в защите Все же иметь Притом, что и у вашего соперника Она есть Есть она в руках У Твиста Он снова мейн снайпер Но они пы Во втором девайсном раунде Занимают мидл близко Олаф мейстер Оп Не ожидал, конечно Такого поворота от Фореста А вот Форест был готов И в итоге Забирают Олафа При этом достаточно просто Реализует свой девайс Делая эндрифраг В раунде Ну, команда Фнатик По-прежнему не смещается С планета Б Ожидая Все-таки произвести Успешную атаку В этом направлении Ну Может что-то и получится Потому что Фрайберг Видите, играет В два направления И если Фнатик Будет достаточно быстрый Он может просто Не успеть сместиться На Вентрума Например Его-то могут снова запереть В одном из предыдущих раундов Такое уже Происходило Фнатик все ближе и ближе Минус от Виста по Форесту И Фрайберга скорее всего Сейчас тоже должны запирать Да, без шансов Вот вам и пожалуйста Занятая бы точка от Фнатик Несмотря на то Что опенфраг был сделан Именно не памят В общем-то Бомба должна быть установлена Из вентилей могут не выпустить Гитрайт А то в этом ловит Плохой тайминг для себя Вот опять же Видите, на секунду Ему не повезло Повернулся, чтобы посмотреть на дугу И в этот самый момент Как будто с ВХ вышел Гитрайт, который Похоронил еще и Твиста На планете Теперь выбивание уже в пользу Команды НИП Стараниями Кристофера Алисунда Который проявлял Ну, потрясающий уровень игры Лекра пытался Играть нестандартно Отпустив девятку Точнее, отпустив дугу И сместив свое внимание На девятку Но, видите, не повезло И опять-таки Гитрайт минус три В этом раунде И, казалось бы, отлично Начатый раунд Команды Фнатик Заканчивается полнейшим провалом Ну, хотя не знаю Можно ли назвать полнейшим провалом Раунд с установленной бомбой Все-таки это тоже не так плохо Но Это тот раунд, который Проигрывать было нельзя Так, что же вы тут пишите в чате? Пока Все по дефолту Знаете, если у вас есть какие-то вопросы Или замечания по трансляции Можете их высказывать Опа! Воллов пестер! Наконец-то включил свой волл хак Ну, или АИМ Что-то у него, не знаю Наверное, прямые руки Ну, не наверное, точно у него прямые руки Включил он их Наконец-то И забрал Фореста Прострелом сквозь Смоук Еще раз обращу ваше внимание Это девайс на раунд И Форест погиб с девайсом в руках Девайс, конечно же, от команды НИП У Фнатика это само собой Минус от Майки Лели Однако в ответ Кстати, Майки Лели Мы начинаем видеть только сейчас До этого он особенно не мелькал Четыре фрага Наверное, как и Фрайберг Потрясающая, однако, стрельба Снова не подводит команду Фнатик Гитрайт прячется в пленте Неужели снова будет спасать раунд Кристофер Алисун Неужели ему снова дадут сыграть Вентонс Ловит ли плохой тайминг для себя на этот раз? Нет На этот раз он мстит Алисунду забирает его Отличным хедшотом за погрузчиком Фрайберг Сделав размен Остается, однако, в гордом одиночестве Против игроков Откидывает флешку И погибает под выпад Денниса Четыре-три Фнатик снова включаются Между прочим, это едва ли не первый кэш Который я вижу в их исполнении новым составом Ну вот первый или второй Даст Мы от них видели достаточно часто Уверпас Хоть и не слишком плотный сегодня Они нам тоже показали Но вот кэш Особенно против своих коллег По шведскому цеху Я вижу только сейчас Всем интереснее За этим матчем За этим противостоянием Твист Снова делает оупен фраг Ну, не обязательно снова он Делает два Вот этот Давай третий от Денниса Отлично Еще и прострелом в голову залетает Ричарду Ланстрому Но остается этот раунд только забрать И желательно без потерь Потому что с экономикой у Фнатик Сейчас все вроде бы неплохо Но Могло бы быть и лучше Все же, вот вы знаете Если следующий проиграют Потом проиграют еще один И опять не будет денег Особенно с такими хэдшотами от Фореста Он с двух тычек накормил Денниса Свинцовыми копьями Вентом Он, конечно, перекрыл Линбергом Снова гитрайт Снова против всех Тут непонятно Только одно Почему гитрайту дали жить так долго Почему ему дали возможность Сделать столько выстрелов Перед тем, как забрать В два ствола Но этот вопрос, наверное Останется без ответа Счет 5-3 Денег у НИП по-прежнему не хватает Чтобы сделать такой бай, какой Им бы хотелось А значит Снова Одинокие гранаты Снова по 250 Ну и что-то интересное Наверное Да, интересно Но здесь Наверное угадывают Фнатик Кстати, разыгрывают раунд Без бомбы Ха-ха-ха Да, бомба под респауном И по-моему За ней никто не собирается Идти Фнатик, наверное Ну, не знаю Или зачитали экономику Или не зачитали И из-за этого кинули бомбу Столь далеко Хотя Может быть Ожидали, знаете Пуши с пистолетами Или с крипа Или с того же Мидла Может быть Вещина откинутая бомба И в этом Но это Тоже не решает Всех проблем НИПов Потому что Сейчас они отдают Б-плэнт Это, кстати, точка Которая осталась Без внимания Двист Покажи нам свой АИМ Вот Что-то как-то Не полетело Притом, что соперники Были без армора Тот факт, что Двист Ну вот вообще отдался Это было, конечно Не очень хорошо Минус по Майки Лелли Ну и две потери Все-таки у Фнатик Пусть и Одна из них Это Твист Который сделал Три килла Знаете, могли бы Не ввязываться Вот в эти глупые Перестрелки И все-таки Сохранить Некоторое количество Двайсов Но С деньгами Все-таки проблем Особенных нет Видимо Он 11 тысяч У Энтона 8 сто у Лекра Некоторые у Фнатик Вообще Скруджи Макдаки Так Все начинается С агрессивной игры На дуге Б От Фореста Он штрафует Лекра Правда не ваншотом У Лекра Остается 16 хп Стоит отметить Что сам Лекра Тоже играл Со снайперской винтовкой Ну Тоже, наверное Имел хороший респаун Именно поэтому Форест по нему и попал Ну вот видите У самого Лекра Не получилось Хоть что-то сделать В этой связи Фнатик уходит За Б плента Оставляя там только У Лофмейстера С АВП Чтобы он опять же Контролировал поджимы Ну или возможно Подготовил почву Для повторного выхода На Б Если у Фнатик Возможно возникнет Такая идея Гитрайт Между прочим Подсаживают Он однако Ловит флешку Денис смог его заметить Но я не знаю Заметил или нет Нет, заметил Ах Не дали Гитрайту сыграть Боже, Денис Как ты живешь Хилица живет Этот невероятный Швед И все-таки Гитрайта находят Хотя казалось бы Вот эта подсадка В данном конкретном случае Была стопроцентной Но нет Возможно положение Спасет Гзист Все мы знаем Что в последнее время Стрельба у него летит Невероятно плотно Но сейчас выпад Тоже не получился Хотя радует Что он сохранил Свою жизнь Форос сместился На саппорт Отличная флешка В троих игроков Команды Фнатик И еще один минус От Гзиста Хорошее начало И наверное Должно быть Какое-то красочное завершение Но несмотря на Очень малое количество ХП Фнатик умудряется Выйти вперед По перестрелкам Я не знаю Как это произошло Но факт остается фактом Фрайберг остается В коинфлип Клатча То есть по сути В ситуации 50 на 50 Когда у него ХП едва ли не в 3 раза больше Чем у соперников Но соперников двое Флешка очень хорошая Но вот вы видите Перекрестный огонь И даже если бы У того и второго Было по одному ХП Фрайберг все равно Этот клатч проиграл бы 7-3 Наверное поспешил Адам Но уже ничего не поделаешь Фнатик начинают Снова набирать Точнее даже не снова Они просто продолжают Набирать свои очки Свои раунды Наращивать свое преимущество И минус от Фореста Снова кстати говоря Вот если в прошлом раунде Пусти Двайс нам Ему не повезло И он оставил своего Соперника красным Это был тот самый Лекер Который зарешал По итогу как мы помним То вот сейчас Даже Несмотря на наличие Только Дига в руках Он смог сделать минус Фрайбергу Вот снова не повезло Твисту оставил он 4 ХП А добить увы не смог Ну и как мы видим Дорога команде Фнатик на точку А Открыта Целиком и полностью Какая-то контрподсадка Но вряд ли она сможет Зарешать Разве что Гитрайт Какими-то героическими усилиями Зайдет в спину Незамеченным И сможет Ну конечно Красного твиста он заберет Но вот дальше И Тиму совершенно бессмысленно Он смещается на скрип Это кстати хорошая идея И очень умный ход От Алисунда Не бы понимая Что ситуация далека От безнадежной В принципе Собираются выбивать Проблема В отсутствии китов И в том что Форест Имея единственный Двайс на руках Находится очень далеко Олег Росвентоном Уже прожимают Коннектор медла Гитрайт играет С другой стороны Хоронит обоих О боже мой Я не успел на него включиться Деннис остается один Ситуацией против двоих игроков По сути он под перекрестным огнем Но успевает уйти в мейн Забирает Фореста И забирает Гитрайта Милостивый Иисус Форест Как же ты промахнулся Как же ты сейчас подвел Своего тиммейта Ой-ой-ой Ведь Форест реально Открывался на снайперской винтовке И он мог в легкую Забрать Последнего Оставшегося в живых Игрока команды Фнатик Но Факт остается фактом Просто Отличная игра И Первая половина Которая уже уходит Команде Фнатик Тем не менее Нипы были близки Тут вот нечего говорить Майкель Я, кстати, не стал стрелять По подсадке Вот на что хотелось бы Обратить внимание Лучше бы стрелял Лучше бы стрелял Майкель Билл Твист Слушайте, сегодня Он, по-моему, на всех трех картах Хорош Этот молодой швед По-моему, в готсэнд Он так не играл По крайней мере Не так стабильно Ну и не так жестко Здесь же он явно Выделяется По крайней мере В сегодняшнем игровом дне Мог бы забрать еще и Гитрайта Но у Гитрайта всего лишь Минус 2 хп Ответная хешка Ну и Твист В этой встрече страдает Сильнее 42 хп у него Но Большинство по-прежнему У Фнатик Минус от Гитрайта Кстати, именно Алисунд играет На подобранной Снайперской винтовке Хорошее начало Фрайберг приходит Видел подсадку Но уже поздно Соперник оттуда спрыгнул Снатики вываливаются На точку А Которую будет принимать Тот там и Алисунд с авиком Он промахивается Олаф тут же Бреет еще и Фрайберга Увы Увы Но Наверное Нипы проиграют Этот раунд Форест в гордом Одиночестве Посмотрим Вытащит ли он Суперклач Но опять же Здесь важно Выйти на ситуацию 1 в 2 Если он на нее Не выйдет Должен был Видеть ствол Ну правда Не повел Лухом Нет, наверное Ствол не видел Не знаю Правда Как это произошло Что мы видели А он Нет Промахнулся По подсадке Тут же выпад От Денниса Минус По красному Олдовмейстеру Деннис Однако Фореста не отпускает Девятый раунд Также уходит Фнатик Ну и они вот молодцы Вроде как Два поражения У них было Против команды Молспорт И вроде соперник В следующем В следующей серии Точнее Бест оф Ван Достаточно сильно Это Нипы У которых Жесткий подъем В последнее время Но Чувствуется Та самая уверенность Итак Снова все начинается С двух Оупен фрагов На этот раз От Денниса И от Лекра Отметим Что это снова Бай Но вот Фнатик Просто пушит И не пушит Раз от раза И Это приносит Результат Это приносит Отданные точки Это приносит Легкие фраги И как итог Легкие выигранные раунды Ну вот посмотрите Гитрайт ничего не мог Сделать в этой ситуации Потому что Вентон заходил ему В левый фланг Ну и по сути Гитрайт был отвлечен На мидл Ведь его внимание Реально туда байтили Форест снова один С Фамосом в руках С огнем в сердце Ох Двинус от Фореста Все таки есть Олаф снова промахивается Но добивает Своего соперника С Тэком Кстати говоря Друзья мои Поправьте Если я ошибаюсь Но по-моему Вентон Действительно Начал открываться Как игрок Как профессиональный Игрок в CSGO Серьезного Высокого уровня Только в новом составе Команды Fnatic До этого Играя в других коллективах Он наверное Даже в половину Не показывал Такой игры И я вам признаюсь Честно Ну пока экономически Унипо Можно об этом поговорить Что я ожидал Ну кика Из нового состава Fnatic В первую очередь Вентона Я ожидал Что он не заиграет И тем не менее Тот уровень Который он начал показывать Играя вот в связке С Олафом С Деннисом С Твистом Ну и просто С другими своими тиммейтами Он раскрылся На полную катушку И теперь Вентона Действительно Можно назвать Очень серьезным Шведским профессионалом Ну а пока Fnatic И Вентон В частности В подтверждении Моих слов Беспрепятственно И без потерь Проходят на точку Б Без потерь По крайней мере Пока Возможно У Фиста Чтобы получится Сделаться Луфмейстером Да Получается Затыкать Своим 5-7 У самого Тоже остается 3 хп Но подобрана Снайперская винтовка И тем не менее Реакция Денниса Имеющего Позиционное преимущество Оказывает решающее Значение На этот хедзап И Гитрайт Остается 1 в 4 Наверное Его позиция Известна Ну как известно По крайней мере Подозревают Fnatic Он может где-то Здесь находиться Флешка И видите Под его цзшку Даже никто не лезет А если бы лез Если бы какая-то Менее опытная команда Вот так вот пошла бы Знаете На морозе То это был бы легкий фраг Для Гитрайт Потому что Геттер С цзшкой Такое не отпускает Это ну вот Один из тех самых Полуроботов Которые Индивидуальных ошибок Действительно Допускают Очень-очень мало Таких игроков Немного И они очень ценятся Но они действительно есть Гитрайт Один из них У него и спадов То практически Ну вот не было За те С какого С 12-го года То есть уже практически 4 года он играет В CS GO Реальных спадов У него Ну были единицы И спады эти были На считанные недели Знаете У всяких игроков Бывают спады Но иногда они затягиваются На месяц А то игроки Из них вообще не выходят Ну здесь же Ситуация иная Что ж Последний раунд В первой половине Гитрайт Несмотря на план Реализовывает Свою подсадку Вместе с Майки Лели Они оформляют Два фрага На двоих Хорошие размены Ну и пуш Точки А От команды Фнатик явно Не удался Счет 11-4 Тем не менее Половину У команды Фнатик Можно назвать Успешной Они провели Ее блестяще Отдали пистолетку И второй Полный экономически После нее Ну и два Там каких-то Морозных девайс Это в общем-то И все Комментатор Коины будут обновлены Я не знаю У нас тем временем Пауза Ну как знаю Но Коины Друзья Нужно ставить Нужно ставить На сайте CSGO Лаунж Точек Аком Это кстати Пауза прописана Игроками Вот На что хотелось бы Обратить внимание Просто нам почему-то Не показали А Ну да Нипы Нипы прописали Эту паузу У Фнатик тоже Сэйм Ну не знаю Может быть Фнатик из солидарности Написали это Чтобы админ не мошнил Вот Ну я просто не знаю Насколько Возможно прописать Туалетную паузу Есть все-таки Технические и тактические Ну вот Просто такую Потому что нужно Даже не знаю В онлайне наверное Такое невозможно Но в онлайне Ладно Ну да Админ пишет Без проблем Все хорошо Ну и понятно Что ситуация критическая Раз уже Дошло до паузы Прямо посреди матча Давайте пока Со статистикой Ознакомимся У команды Нипы в плюс Не играет никто Снова смотрим На Фрайберга Снова понимаем Что что-то Как это не идет Вообще Фрайберг Включается редко То есть да В моменты наверное Наибольшей необходимости Для своей команды Наверное Можно его в этом плане Сравнить с Зевсом Но вот По всем остальным Моментам Особенно в матчах В онлайне Он Ну идет Если не прям плохо То далеко не всегда Стабильно Ну ладно Не нам его критиковать Все-таки в команде Нипы он играет С самого начала С 2012 года И Ну в этом плане Костяк наверное Один из самых старых Даже У Virtus.pro Состав обновлялся Вот в 13 Ну точнее Тогда еще Другими тегами Я имею ввиду Даже не команду А связки Ладно Пистолетный раунд Второй половины Именно его Нипам Нужно выигрывать Для того Чтобы пытаться Как-то камбетчить Во второй половине Что же они разыгрывают В текущем раунде Ну вот попытка Занять Мэй Но Деннис Опять же Со своей стрельбой Включается Если бы Михаешка Ох как Вентон Перестроился Попытались зажать Нипы Точку С двух направлений У них это получилось Ну как бы наполовину Если вот Вистача Стрельба не зайдет Нет Тиммейт поставился Под прицел Это спасло жизнь Наверное Одному из игроков Команды Н.А.И.П Но Олафмейстер Точнее не Олафмейстер А Майки Лели Прошу прощения Слишком все-таки Агрессивно И настойчиво Светил своей головой Фрайберг играет На размене Делает еще один минус По тому самому Олафмейстеру Лекра Размен И он тащит Клач Один в один Против Фрайберга Дефьюзит бомбу Счет становится 12-4 Ну и счастье Наверное Счастьем наверное Является даже Просто установленная Бомба Хотя Фнатик Могли этот раунд Как выиграть Так и проиграть Все-таки Ситуация была Один на один И по сути Коин флип 50 на 50 Эту пистолетку Мог затащить И Фрайберг Просто не затащил Ну вот он Между прочим В этом раунде Сделал Ложны 3 фрага К сожалению Правда не помогло Итак Раунд от одного девайса Между прочим Разыгрывают НИПы Мы видим Что этот самый девайс Есть у ГЗиста Давайте понаблюдаем за ним Ведь именно На его плечах Лежит основная ответственность Фнатик Посмотрите Как интересно Они играют Вдвоем По крайней мере Играли вдвоем Под девяткой За погрузчиком Ну теперь конечно Вентон сместился Опа-на Вот она и подсадочка И вот он ГЗист Который забирает Вентона Ванвай с Макком Ну он был не то что Ванвей ГЗиста там Как бы было видно Просто плохо Твист тем не менее Хоронит И Гетрайт И Форест Они попадают под раздачу Есть два размена Более того Бомба потеряна И вот вообще Не пойми почему Форест и Гетрайт Решили в Солянов И без поддержки Тиммейтов Открываться И нести бомбу На точку А Какое-то совершенно Сумбурное решение Но Ой-ой Деннис Просто пошел Поджал скрип И порезал Одна на Фрайбер Какил от Греста И второй Также в его исполнении В общем Вот сейчас НИПы реально Сыграли плохо Даже не знаю Бай на последние деньги У НИПов Можно сказать Бай последней надежды Ведь именно Она умирает Последней Хотя Бай Стоит отметить Неплохой Все же 4 АК 47 Лишь один Тэк 9 И даже по гранатам Все не так плохо Можно попытаться Даже Разыграть Какой-то Одинокий фейк Но Ведь понятно Что Фнатик экономику Читают И они рассчитывают Что у НИПов Сейчас-то как раз Гранат должно быть Очень мало А значит Вряд ли они Получив Ну Несколько флэшек И какой-нибудь Смоук на Б Решат Что это будет фейк Ну В общем По-разному Знаете Можно обыграть Эту ситуацию Экономические моменты Но Другой вопрос Будет ли это реализовано В рамках данного Конкретного раунда Или нет Пока же Времени Чуть больше минуты На то Чтобы этот раунд И вам разыграть Они Начинают его Очень хорошо С луфом фрага Триста за цементом Тоже контролируют Но Гзист Очень плохой тайминг Для откидки смока И это размен для Твиста Отлично Твист мстит До луфместера Стрельба Также не подводит Он забирает в легкую Фрайберга Который пытался отыгрывать С крыши Твист Своей флешкой Флешит сам себя И это дает возможность Форесту сделать враг А может быть и два Нет Деннис на выпаде Забирает Фореста Правда Попадает под шквальный Перекрестный огонь На размене Играет гитрайт Это два в два Более того У луфместера Хочу обратить ваше внимание Всего лишь один Хеллспоинт И будет счастьем для Фнатики Если Нипы сейчас пойдут Не на точку А на Б Но К несчастью Нипы избирают для себя Именно выход на А Плент На котором сидит у луфместер С одним ХП И Это проблема Потому что инфу Своевременную лекро Он дать так же не сможет Единственная надежда На то что Олафа Просто не найдут Но К сожалению Его чекают И лекро Будет пытаться тащить Клач 1 в 2 В принципе ситуация Не безнадежна У него есть одна флешка У него есть киты Даже калаш Ну с калашом То уж по вторым арморам Можно вытаскивать Поэтому сейчас Самое главное Найти возможность Сделать первый минус Вон у Майки Лели Вроде как Как раз сегодня идет посредственно Сейчас он допустит Какую нибудь ошибку И лекро в легкую его заберет Смотрим А может быть Открываясь на гитрайта Лекро себя обрекает Потому что гитрайт Ну не проигрывает Такие ситуации Он понимаете Всегда занимает позиции В которых его вот точно не убьют В которых он 100% имеет преимущество А сейчас произошло Совершенно то же самое Счет 13-5 И Экономический Теперь уже у команды Fnatic Но если не Пусть сейчас решат оформить Какой-нибудь супер камбэк Знаете В своем фирменном стиле Как они это любят Я думаю Fnatic сгорит окончательно И даже Миролюбивый Сверх даже миролюбивый Лофмейстер и Деннис Не смогут Как-то С этим справиться Все-таки Против фоуспорта Они тоже Играли две карты Обе карты проиграли Это обидно Поэтому Хорошо бы начать Второй Вест-оу-2 Матч с победы Но видите Фрайберг не согласен Он с трех тычек Вырубает вентон Он открывается при паером Минус один Минус второй И Отлично Акзис не дает Фрайберг в обиду Хоть Адам и остается красным Но все-таки Живой Форест заканчивает Этот раунд Всего лишь с одной потерей Хотя ХП говорят о том Что в принципе Икзист И Форест И Фрайберг Могли бы В этом раунде погибнуть Итак Полетели дальше По-прежнему Во второй половине Снайперских винтовок Мы практически не видели Но зато Видим полноценные Баи на ДВ В айсах Пять молотовых У команды НИП Что-то придумали Эти грозные шведы Но вопрос в том Что Так Сквозные перестрелки Было небольшое преимущество У атакующего игрока Все-таки Скалаша Наверное Прострелом Ну Забирать соперников Проще Чем Сайленсера Хотя Если честно Сайленсером Я не играю Поэтому сказать Однозначно Не могу Что там Лучше простреливает Медленно Медленно играют НИПы Возможно Будет какой-то Опенфраг В исполнении Твиста Но вот Нет Снова расходятся Миром Игроки На медле Правда Экзист в этих перестрелках Страдает больше У нас остается Всего 11 хеллспоинтов И кстати говоря Я понял Почему не работает Автодиректор Дело в том Что на Гоу ТВ Это задержка Всего лишь 10 секунд А нужна 90 Для того чтобы Ну или хотя бы 60 Для того чтобы Автодиректор Работал адекватно В общем именно поэтому Большое количество фрагов Мы с вами и не видим Но Да ладно Самое главное Что НИП начинают Раунд с опенфрага После этого Они закидывают И заходят На точку Б И Фнатикс Они что Собираются сейвить Почему то Лекарь оставляет Точку Б Но После того как Вентон нашел Возможность Добрать Фрайберга Ситуация резко меняется Потому что при ситуации 4 в 4 Выбивать Фнатики просто обязаны Вопрос в том Насколько это будет Успешно Нет Безуспешно Были попытки сыграть Это выбивание Из девятки Потому что Форест Мертвой хваткой Схватился За своих соперников Твист и Вентон Должны уходить обратно Потому что У Фнатиков Просто нет денег Я не знаю В какой смысл Потому что Твист сейчас играет На девятке Разве что Знаете Позиция якобы Настолько близко Что его здесь Просто наверное Не найдут Если даже пойдут Искать его сейвленный девайс Более того Если Твисту сейчас повезет Он мог бы зайти В спину Гитрайту Все мы видим Что он находится Здесь на коннекторе Но Твист свой тайминг Не ловит И упускает Такую возможность 13-7 Вот это да Нельзя сказать Что сейчас пахнет Камбэком Все-таки Камбэком Пока не пахнет Ну Ладно Ну взяли Три раунда Но обрекли соперника Делать какой-то Постный бай Или даже Экономический раунд Ну это эко Потому что деньги У команды Фнатик Остались в достаточно Большом количестве Поэтому все нормально Берутся и такие раунды Берутся раунды и с меньшим Неплохая попытка Твист Гитрайт снова вышел Пытается Твист забрать И проигрывает эту перестрелку Твист красавчик Не сдался В такой сложной ситуации Ну и вообще Здесь и Гитрайт Вот если честно Немного Зря обвязался Наверное в эту перестрелку И вот он результат Фрайберг Пошел испытывать судьбу И тоже погиб Вот так вот раунды И проигрываются Совершенно морозные Сначала Гитрайт решил Что нужно постреляться С дугой Хорошо пострелялся Погиб Тут же вышел Фрайберг Под прицел Тоже погиб Но да ладно Форест все еще жив Где он кстати Вон он Здесь важно понимать Что несмотря на наличие Майки Лели В качестве Очень хорошего Снайпера Обычно Раунды в атаке Со снайперской винтовкой Разыгрывает Именно Форест А Майки Лели Берет на себя Снайперскую роль Именно за защиту Это тоже Интересное Нестандартное Распределение Потому что обычно Если уж Снайпера Меняют свои роли От первого Ко второму То обычно В зависимости от карты Например Раньше так действовали Астралис Когда у них играл То к Эрриган То к Девайс То к Джунби Там на Дайсте 2 Тоже с АВП Но вот По сторонам Такое Увидишь не часто Майки Леля Что с тобой такое Ведь Твист был красный Он снова делает это Господь Вседержитель Бог бы забрать Еще и Фореста Что же вытворяет Сегодня Этот сумасшедший Швед 24-13 6 МВП И по сути Заруиненный Девайсный раунд Против Полуэко У команды Найпи Но Не справляется Со стрингвой Твист Не справляется С Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok